ну а теперь полюбуйтесь на этого гражданина еду я в хутор, бутыл напротив хутора на шоссе до 2 метра человек собирает овощную вишню, как оно-то казалось, дураку я с птицей принесли, вот, ну может кто-то из окошка машины выплюнул, ну вряд ли, скорее птицей принесли, до деревни там, до крайнего дома метра пятьсот, вот, я все остановился, говорю, ну что у вас сейчас, вы где живете, он говорит, деревня Саянская, откуда, с Норильска, ну тут мы чуть ли не обниматься, два наречания, я говорю, да что же вам для себя не хватает-то, вот, ну почему у вас этого нету, а я купил дом, а там нету, вы понимаете, пришло время, когда участки стали пустые, вы можете представить, кустарниковые, этот самый, морозные вишни, прекрасные урожаи, еще даже не видно, из-за урожая не видно даже самого дерева, все красное, а какой-то омник сказал, 90 сантиметров штамп делать, кому? о любому дереву, причем, а я потом произдеваться буду позже, и вот получилось следующее, когда я это увидел, что те, которые на Норильска проехать мимо не мог, своего нет, на рынках она практически исчезла, ну, продает несколько человек, если брать, период ее там, это середина июля, да, ранее, фрукт, очень ранее, вот, ну, на этом рынке пять ведра вижу, на этом три, возле дороги кто-то стоит, там, два ведра, и это на весь гигантский город, а плюс тысячи туристов, и вот он вынужден, вот так вот это, она же отравлена, выхлоптыми газами, он решил, что лучше отравлена, и тогда я придумал, следующее, он говорит, я хочу докричаться до самых верхов, новое направление, новое озеленение страны, и вот это дебильное, когда практически все погибнет, понимаете, не вот это, а вот это, вот это, новое озеленение страны, вот, подчеркиваю, в экологически чистых районах, только плодовые деревья, если это в центре города, не надо, а у нас есть одноэтажные города, то есть тут в центре девятиэтажки, пятнадцатый этажки, чуть ли не небоскребы, а по краям одноэтажные, если с этой стороны не могли, я же не подготовился к разговору, вот, я сам был удивлен, вот этот сверхранный сеянец Бай, так, мы его собирали на улице, да, у него есть хозяин, вот он, но он взял и четыре дерева, косточки Бая, прорастил Бая, а Бай, вы знаете, Бай, это чудо, это 50-60 грамм, вот, это наш ветеран, это, оно уже должно расползти, не только в Маньчжорсе, там, в Супермараздеке, а даже Бай должен по всей Сибири расползти, и по всей России, пройдет полярного круга, настолько надежно, и вот он берет, четыре костики превратил в четыре саженца, высадил на улице, кто это, этот человек, которым я горжусь, он и меня заодно возвеличивает, с помощью выворачиваемой персики и так далее, вот, мои рыжие абрикосы, и вот он Бай, а я не знал, внимание, 2 июля я делал фотографию, а созрел он 30 июня, это настолько ранний, и он мелкий, но он очень вкусный, кстати, косточки лежат, никому не надо, я заодно рекламирую, вначале пару чек купил, а потом забыли, смотрим дальше, вот, это, самый мелкий, он не одновременно подносил, то есть падал, через неделю, две недели, он себе в разное время собирал, а вот это культурный уже, видите, то есть у него был бай, который не уступает моим баям, видите, вот мой бай, вот, ну, это руки Елена Александровна Савинича, и еще скажу, допустим, это случайно получилось, в ведре лежат абрикосы, так называемые, вы уже знаете это название, прилипло садовиам из русского абрикоса, они, как правило, цветнее, вот такие вот, да, это хорошо, что тут ведро подберлось, и так бай, а вот это вот манджурцы, а теперь представьте себе, какой дурак, если бы они росли, ведь, о, действительно же, это же не на участке, на его, это на улице растут, да, они его руками посаживают, но это растут на улице, и это на улице, но качество вот эти не потеряли, у него самое, ну, если чуть-чуть мельче, но урожай, это остатки урожая, а когда урожай сумасшедший, они не могут быть крупными, у меня бывали из-за большого урожая паи по 30, по 40 грамм, вот как раз такие есть, вот, вот они, смотрите, с разных деревьев, они разные уже, и вот получается следующее, то, что в ведре, ну, почему бы вся растение не растила бы эти как, а их растить не надо, их только нужно один раз посадить, вот почему я выше назвал благородным тех людей, и тот, кто сейчас, он, правда, не научил, они погубят мои абрикосы, вот, я надеюсь, он видит меня, и эту ошибку учтёт, что надо, прежде чем давать человеку саженец, научить его садить, вот, вот что дело-то, и тогда мы можем всю Россию покрыть этими же самыми абрикосами, всю Россию, как? Одноэтажная Россия, это, вы же знаете, ну, само собой, 23 миллиона дачных участков, раз, значит, постоянное место жительства, как, ПМЖ, там у нас эти миллионы-миллионы домов, в сельской местности появились эти самые, как ещё называют-то это, это уже, благодаря Анастасиевцам, два, потом, сами знаете, одноэтажная Россия, это все пригороды, где тепло, где могут это, самые, расти абрикосы, но если он растит у себя во дворе, почему он два метра за забором, вот это не может вырастить, кого я убеждаю, ну, и вся страна может покрыться этими абрикосами, Анастасия Анастасия